Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня мы с вами в гостях в замечательном фермерском хозяйстве Костко и его хозяин Павел готов рассказать вам о своих питомцах и в частности о великолепной коллекции фундука. Эта культура по праву завоевывает все большее и большее место в наших сердцах и, конечно, на наших участках. Но чтобы правильно за ним ухаживать, правильно сажать и всегда получать орехи, нужно знать, как это делать и этими секретами поделится с нами Павел. Здравствуйте! Здесь у нас растет фундук, она же называется лещина сортовая. Крупноплодная. Крупноплодная сортовая лещина, да. Я собираю коллекцию, я изучаю сорта, мне это интересно, я этим болею на самом деле, потому что им нельзя не заболеть, эта культура относительно новая для наших широт, и поэтому все сорта, которые можно достать советской селекции, российской, даже белорусской уже, есть некоторые сорта западных стран, мы все сюда любыми путями собираем, исследуем, смотрим, проверяем, как они растут, как они плодоносят, чем болеют, конечно же, это растение, которое может и болеть в том числе, как они зимуют, вот, поэтому для нас это очень интересно, и надеюсь, что актуально. Кстати, вы знаете, что ученые, которые занимались изучением лещины, по праву называли орехи лещины вторым хлебом, потому что по составу, по белковому, это один из самых полноценных белков растительных в мире, имейте это в виду. Кстати, сколько у вас сейчас коллекции сортов содержится? Уже порядка 40 сортов, как я уже сказал, и западной, и восточной, и белорусской селекции. И я вот смотрю, у вас довольно-таки крупные уже растения, и понятно, что не один год. Вот сколько лет этому орешку? Этому ореху 7 лет, 7-8 я уже, честно, так не скажу на скидку, потому что он уже обрезался не один раз, и если бы не обрезался, он бы был еще больше. Но все орехи каждую весну мы обрезаем, это отдельный разговор, как бы, про формировку и обрезку уже. Начали заниматься примерно 15 лет назад, первые кустики появились у нас в коллекции. И вот потихонечку, каждый год мы по 1, 2, 3, 4, 5, как бы, как получается, где-то достать сорта, мы наращиваем свою коллекцию, ну, соответственно, и выращиваем саженцы тоже уже впоследствии, когда мы проверим, посмотрим, подготовку саженцев тоже начинаем уже на известном нам материале. Это отлично, потому что всегда хочется иметь саженцы тех сортов, которые гарантированно в наших условиях не просто приживутся, но будут плодоносить ежегодно и давать действительно хороший урожай, не подмерзать, не повреждаться насекомыми очень сильно, хотя это маловероятно. У вас такая большая коллекция, и вы столько лет занимаетесь ее изучением, и, наверное, у вас есть свои любимчики. Расскажите, пожалуйста, о своих самых лучших, самых любимых сортах фундука. В первую очередь, под названием «любимчики» я подразумеваю слово «надежность». Вот для меня главное, чтобы первое, орех, саженец, куст, дерево, кто как его хочет растить, не умер в нашем саду, в первую очередь, он сохранил женеспособность. Он по минимуму болел и давал регулярный урожай. Вот, наверное, три фактора, которые я подразумеваю под словом «любимчики». Какие-то рикетаны, которых базируются. Без них нет смысла даже разговор о сорте продолжать, потому что размер, содержание жиров, белков и так далее, количество, урожайность – это все уже такие вещи, которые без трех факторов, первых, которых я назвал, их нет смысла даже исследовать и изучать. Вот, поэтому то, что навскидку могу обозначить, есть несколько российских сортов, которые, например, тамбовский ранний, он каждый год дает урожай. Урожай некрупный, мы не можем его назвать орехом… Орех некрупный, то есть, да? Да, да, орех, здесь вот он уже поупадал. Вот это вот как раз куст тамбовского раннего. Из своей плюсочки. Уже начинает сыпаться, кстати. Он уже заканчивает сыпаться, я бы сказал, да. Орешки некрупные, относительно, конечно же, мировых стандартов фундука, это орех некрупный. Он формы некруглый, опять-таки, все мировые стандарты стремятся, чтобы орех был круглый, а он вытянутой формы. И поэтому сказать, что он идеален по ореху, нет. Но по своей надежности, плодоношение регулярное. Каждый год он буквально с трех лет начал плодоносить, и ему там уже семь лет, и он каждый год дает урожай достойно в большом количестве. Академик яблока, то же самое, краснолистный, он весной очень красивый. Лис сейчас уже зеленый, он к середине лета, к концу лета перестает быть красным, но в начале лета он очень красивый, весна, да, он немножечко покрупнее, чем тамбовский ранний. Но также урожайность его хорошая, достойная, и самое главное, ежегодная. У него нет перерывов, так что в этом заморозки, незаморозки, каждый год на нем висят орехи. Хотя я не могу то же самое сказать про многие промышленные сорта, а вроде бы как бы они должны быть промышленными, но опять-таки мы здесь не занимаемся промышленностью, мы разговариваем про коллекцию сортов, и может быть там искусственное допыление, какая-то агротехника, она бы сыграла бы на урожайность тех же промышленных сортов. Но если говорить про такое выращивание, как здесь, они сами себе расположены, проводятся обработки, подкормки, какие-то прополки и обкосы их, но агротехника промышленно отличается от любительской, конечно же. И поэтому вот в нашем саду многие западные промышленные сорта показали себя хуже, чем такие вот, пускай даже с мелким орехом или средним размером орехом, но на них лучше урожайность. И они, кстати, очень хорошо друг друга взаимоопыляют. Вот по исследованиям института плодоводства, тамбовские ранние, это оказывается чуть ли не идеальный опылитель. Его сережки не подмерзают, дают высококачественную пыльцу, которая подходит практически всем изученным, которые в Беларуси растут, сортам фундука. Поэтому это очень хороший сорт, действительно, и испытанный. Хорошо, в орехах разбирайтесь. Павел, а какой вот набор, так сказать, комплект саженцев, каких сортов вы бы порекомендовали начинающим садоводам, чтобы они гарантированно посадив, получили урожай? Ну, мы всегда предлагаем сами и рекомендую. Я, в принципе, не против промышленных сортов. И высаживаем себе их тоже, и людям предлагаем. Барселонский, Каталонский, Косфорд. Очень неплохой тоже из западных опылителей. Трапезунский к ним идет. Из краснолистных, как опылителей, так же они имеют декоративную форму. Это сирена, это варшавские червоны. Действительно, вот в саду, наверное, красивее листа по весне не найти. Он такой ярко-ярко-ярко-бордовый. Орех посредственный, урожайность посредственная, но как опылитель они очень хорошо себя показывают. И мне вот, Селена, еще чем нравится, что даже сейчас, в августе месяце, она сохраняет такую очень насыщенную бордовую краску листа. И если ее сформировать в виде куста, то это будет прекрасное такое цветовое пятно, цветовой акцент на участке, который и орехи принесет, и удовольствие доставит. Да, красиво. На самом деле, сад должен быть не только вкусным, но и красивым. Согласна, полностью. Мы тоже со своей стороны, как сотрудники Процветка, стараемся сделать жизнь наших садоводов больше похожую на рай на земле. Прилагаем все усилия. Вот хотим привлечь и вас к этому созданию, собственно, маленького рая. Кстати, по орехам. Я обратила внимание, у вас идут орехи на штамбе, но есть же формировка и кустовая. Какую вы считаете оптимальной для садовода начинающего, и для садовода, который уже такой продвинутый, который уже первый опыт приобрел, которые из них самые выгодные? По литературе, по знаниям тем, которые мы получаем из каких-то источников, в Турции, в Италии выращивают фундук кустовой, в основном кустовой форме. Может быть, это скорее из-за лени вырезать постоянно поросль, которая у корня собственной формы фундука, она встречается 100% у каждого. Он как куст сам по себе по природе. Поэтому постоянно от корня идет... Восстановительная поросль. Восстановительная поросль, да. У них это получается делать. И пускай они продолжают это делать, как бы слава богу. Я думаю, что для их инсоляции, то есть наличие большого количества солнечной радиации, долготы дня, температуры, минимум влажности, она позволительна, эта форма. У нас же, я считаю, штамповая форма более пригодна и жизнеспособна. В первую очередь, снизу продуваемость, крона приподнята, и любой дождик, туман, осадки какие-то, они влагу эту сразу же продувают. Летерок подул, солнышко посветило, крона сразу же высохла. И влажность чем страшна, что это болезни. Это мучнистая роса, это различные пятнистости, типа той же самой филастикты на листьях. И самая главная болезнь, которая вредит реально орехам, это манилиоз. Манилиоз – одна из разновидностей плодовой гнили, которая предпочитает орешки. Кстати, как у вас с этим заболеванием? Начиная с ранней весны, классическая медсодержащая, либо железосодержащая обработка железным, либо медным купоросом. Далее препаратами, которые хорошо работают при пониженных температурах, типа хоруса, обязательная обработка тапсином, который идет против заболеваний коры. И далее системные препараты, которые, в принципе, общего системного действия фунгицидного, они неплохо справляются, говорю, не всегда, не каждый год в этом году дождей много, оно проскакивает, заболевания, как бы, да, немножко не победили, как бы, в этом году. Ну, в целом, как бы, вот это небольшое количество обработок, и куст у вас будет здоровый, ничего страшного не будет. У вас болезней практически нет. Небольшая пятнистость – это на уровне погрешности. Тогда, как я обратила внимание, там, где орехи не защищены, вот у нас, допустим, в деревне, там и мучнистая роса, кстати, и именно на тех фундуках, которые растут кустом, где посадки плотные, не продувается, а мучнистая роса обожает просто вот эту вот тень, застой воздуха, сырость. А климат у нас все-таки влажный, поэтому вот вариант с формировкой в виде штамба – это для наших условий получается оптимальный выбор для садовода. Легче ухаживать, здоровее растения, крепче, вот, и меньше проблем с защитой. Мы ориентируемся на вылет майского жука, потому что долгоносик примерно в это же время выходит на оплодотворение. Им в это время, это обычно, конец мая, все надо, конечно, смотреть по температуре воздуха. Как правило, это конец мая, начало июня, вот две обработки с интервалом недели-две, они спасают, ну, 90% урожая точно спасают. Поэтому это вот, там, где-то 5% орешков, поточенных долгоносикам, это, скорее так, погрешность у нас, и не было ни разу массового такого уничтожения урожая долгоносиком, потому что они все-все-все заполонили. Нет, хороший системный инсектицид, в начале сезона, и проблема решена. Двукратно? Желательно двукратно, конечно, да. Интервал недели-две, как, в зависимости, опять-таки, дождь прошел, значит, повторить через неделю, если есть промежуток, то две, там, может. А это у вас, что за сорт? Здесь 8 сортов. О, это целое дерево дружбы. Да, семейное дерево. Но интересно тем, что это не корнесобственный фундук, это фундук привитый на турецкую лещину. Или медвежий орех. Или медвежий орех, да. Корелюс калюрное, его название по-латыни. Вот это вот, и вот мягкий такой ствол, мягкая кора, она, его признак характерный. Единственная древовидная лещина, которая не дает поросли. У него здесь снизу ничего никогда не лезет. Чем она мне и нравится. Как бы, в этом плане, для ленивых садоводов, вот как я, да, поменьше работы, побольше урожая. Поросли ноль. Вот если посмотреть, даже здесь вырезалась поросли месяц назад. Вот, видно еще есть. Да, новая уже полезна. То есть, эта работа на год, два-три раза подходить надо с секатором, работать на коленках, это все происходит. Здесь ни разу никогда ничего не вырезается. Корень у него древовидный, то есть, он идет глубже. Стержневой. Стержневой, да. Мощный. Для людей, как бы, пообъяснить, что у куста есть более поверхностная корневая система. Тоже свои плюсы, опять-таки, да, через поверхностные слои, почвы больше питательных веществ. Но, с другой стороны, поверхностная корневая система, это и чувствительность к засухе. К засухе, да. Особенно для молодых растений это очень актуально. То есть, молодые посадки фундука будут требовать регулярного, хорошего полива, пока эта система не проникнет там до водоносных горизонтов. А у медвежьего ореха, я так понимаю, такой проблемы нет. У медвежьего ореха с водой проблем вообще нет. Он проникает на несколько метров в глубину и воду достает с любых глубин. Великолепно. Поэтому, интересно, как перспектива для наших белорусских садов. Пока проблемы существуют в самом подвое, потому что орешков у нас в Беларуси буквально на пальцах счесть можно, где растут. Они плодоносят нерегулярно сами по себе деревья. И слабенько пока. А привезти за границей тоже не всегда получается. И подвой растится 2-3 года минимум для прививки. Прививка 60-70%, как правило, от приживаемости. То есть не сказать, как у яблони, где 95% это норма. Да, 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 это совершенно не яблони. Причем 60-70%, я бы на это вышел лет через 5 мучений, как бы подбирая сроки, способы, там, улучшенная капулировка, там, прививка в приклад почкой. Мы это все пробовали, пробовали, пробовали. Вот на сегодняшний день я могу заявить, да, 60-70% привитых черенков у нас приживается и уже становится саженцем. Это действительно сложно, учитывая, что 2 года вырастить подвой, за тем не менее года нужно на то, чтобы из прививки развился побег, получить однолетний саженец. Но вот вы реализуете саженцы. Какого возраста у вас идет в основном на реализацию саженец? Если мы говорим про прививку на медвежий орех, то это, ну, я его называю однолетним, потому что то, что подвой растился 3 года, это никого не интересует. Это привитая часть растет год. И вот она получается однолетним саженцем. Соответственно, он уже большой. Обычно это полтора метра там растения. И уже часто бывает такое, что на нем сережки висят. И, соответственно, теоретически на будущий год образуются плоды. Ну, быстро вступает в плодоношение. Плюс еще один, да, привитого растения, то, что он быстро вступает в плодоношение. Соглашусь с вами, потому что это сейнец. Иногда приходится ждать и 7, и 8, и 10 лет. А на рынке, кстати, по моему опыту, очень много именно сейнцев. Сейнцев той же самой Екатерины Тамбовского, которую выдают за сорта. И любители потом ждут очень долго. И тем более обидно, когда вместо ожидаемого красивого ореха вы получаете мелкую дичь. Поэтому привитой саженец, и считаю для наших садоводов, это оптимальный выбор. Гарантировано качество, гарантировано раннее плодоношение. И если это прививка на медвежий орех, это высочайшая засухоустойчивость, стабильность и долговечность дерева. Размножением орешками, я не побоюсь этого слова, занимаются только дилетанты. Те люди, которые хотят быстро заработать денег, им не важно на их авторитет и, скажем так, долгосрочную работу с клиентами. Поэтому, да, орешек, он вырастет, он когда-то даст орех, но сортность не сохраняется. Увеличивается, как вы сказали, срок до начала плодоношения. Это не один год проходит, это 5-7 лет проходит. А если говорить про привиты, или даже корни собственные, когда из маточного корня размножаются, и отводки, да, делаются отводки, и доращиваются там в открытом грунте или закрытом, саженец тоже быстрее вступает в плодоношение, чем сеянец. Ну и плюс, повторюсь, когда мы говорим про сеянец, про название сорта уже все забываем, потому что это назвать его, только если можем свой новый сорт придумать какой-то. Если он вдруг оказался достойным. Если он достойным оказался. Но, к сожалению, вот по нашему опыту, выход действительно хороших сеянцев у лещины и у других плодовых ягодных культур весьма маленький, я бы сказала, мизерный. Поэтому лучше купить хороший сортовой привитой саженец и гарантированно иметь качественные орехи. А вот это что за орех у вас, скажите? Такие крупные, красивые орехи, и плюска у них, кстати, окрашенная. Такая красновато-бордовая. Дело в том, что он тоже по весне красный лист имеет окрас. Он и называется московский рубин, соответствующий самому окрасу. Он не сегодняшнего, уже там почти сентябрьского цвета. В мае месяце он тоже очень красивый. И орех достойного размера, и вкуса тоже вполне-таки достойного. Не подмерзает? Нет, этот, по крайней мере, то, что у нас растет, единственном экземпляре, ни разу не было такого, чтобы он подмерзал. Прекрасно. Московский рубин. Московский рубин, да, так называется. И один из самых крупных. Да, да, кстати, вот, что хотелось бы еще отметить по крупности ореха, то, что люди всегда гоняются, вот, Екатерина, Юнат, или там, московский рубин. Как правило, наполненность ореха, ну, примерно на две трети, в лучшем случае, а часто это бывает половина всего-навсего. И когда мы берем тамбовский ранний, полностью наполненный, и сравниваем ядро с ядром московского, там, рубина, либо Екатерины, ну, они почти-почти одинаковые. Либо, если различие, то это не то, что там в два-три раза больше, а там это проценты, там 10-20% как бы по ядру. Так стоит ли гоняться? Да, то есть, а дёрточка такая красивая, большая, а сердцевинка так себе. Поэтому, как бы, вот еще один фокус, как бы, с тем, что не надо гоняться за крупным орехом. Ну, а по вкусу? Ведь разные сорта имеют разный вкус. Что вам нравится из вашей коллекции? Именно как самый вкусный орешек? Может, не самый урожайный, не самый крупный, но который вот вы с удовольствием посидели и щелкали? Мы его назвали одноименно сайтом, сортом Костка. Тоже сорт, один из первых кустиков, который появился в нашей коллекции. Я видел на рынке, покупал его там и видел, что он с стержневым корнем, соответственно, он был выращен из ореха. Сеянец. Сеянец, да. И я сразу же, как бы, даже сорт не спрашивал, я видел, что краснолистный, как бы, мне было интересно уже этим заняться вопросом. Посадили. Он через 4-5 лет вступил в полношение и уже он растет у нас 15 лет и опять-таки куст каждый год дает хороший, обильный урожай. Размер ореха примерно, как у тамбовского ранья, он краснолистный, красивый, урожайный и стабильно плодоносящий. И вкусный. И вкусный, да. То, что я хотел сказать, вот как ни странно, вроде бы гоняешься везде, вот за всеми сортами, а вот свое, как бы, родное, оно оказывается вкуснее. Оно вкуснее, в меже к сердцу. И, кстати, это вот как раз тот случай, когда сеянец имеет все права стать сортом. Да. В конце концов, каждый из этих сортов тоже был сеянцем. Просто селекционер отобрал, изучил, испытал, и сейчас вот этим занимается Павел. И кто знает, может, через пару-тройку лет он будет у нас в реестре. Возможно, потому что, я говорю, по морозостойкости и по всем остальным характеристикам сорта очень достойны. Я только за, чтобы вот белорусская наука, белорусская селекция делала новые сорта, потому что это те сорта, которые будут расти у нас. Которые выращены у нас, в наших условиях, приспособлены к нашему климату. Вот, это будет самый оптимальный выбор для наших садоводов. Кстати, а как вы относитесь к размножению ореха отводками? Вы практикуете такой способ у себя? Да, основную часть саженцев мы делаем отводками вертикальными. Маточный корень, у которого растут отводки. Они подокучиваются влажным грунтом, субстратом, в который эти отводки к наступлению осени уже пускают свои корни. И, соответственно, потом это от маточного корня отделяется растение и уже доращивается отдельно в питомнике. Либо, как мы делаем, мы доращиваем его отдельно в горшке, закрытой корневой, чтобы человеку была гарантирована 100% приживаемость. Раньше мы поступали прямо из маточника, продавали отводки, были жалобы, потому что все-таки к нему надо немножко больше ухода, чем просто, как у нас называется, воткнул в землю и оно само растет. Нет, его желательно притянить было, обрезать побольше, полив почаще. Вот тогда бы оно прижилось 100%. Так как это, я понимаю, что люди не все так не делают. Был большой процент отхода, так сказать. Сейчас мы перешли на цикл двухгодичный, соответственно, мы растим маточники, он уже отделяется с корнем растения, отводок сортовой, потому что корень маточного растения, он берется с сортового растения. И потом, еще сезон, мы доращиваем этот саженец в горшке. Итого два года, опять же, получается? Итого два года, да. Поэтому процесс такой трудоемкий, длительный, но зато он себя оправдывает, потому что мы даем человеку готовое растение, и мы пока не получали ни одной жалобы, что что-то не прижилось, плохо прижилось, и так далее. Это всегда, когда растение, корень не повреждается при выемке из горшка, ставится в ямку, и растение растет, ну, можно сказать, оно даже не испытывает стресса. Основная причина, что наши растения отодвигают плодоношение, перебаливают, как говорят люди. Это причина в том, что они испытывают стресс при пересадке. Ведь каждый саженец в процессе своего производства иногда переживает две-три пересадки. Представляете, как будто два-три пожара с переездом. А здесь всего одна посадка, отделение в горшок, и потом уже перевалка из горшка, это можно даже не считать переездом. Перевалка, это просто переместили. Без нарушения земляного кома и такие саженцы приживаются самым лучшим образом. Да, еще плюс этой пересадки, то, что саженец не надо обрезать после пересадки. Потому что то, что мы продаем с открытой корневой, мы всем рекомендуем, даже не рекомендуем, а стоятельно просто указываем, что обрежьте. Минимум одну треть растения, а лучше 50% обрежьте. И, конечно же, человек, когда видит двухметровый саженец, ему говорят, обрезать сюда. Он говорит, я не могу, я там 10 сантиметров обрезал. Но это же ни о чем. Но это ни о чем, да. Надо обрезать его по максимально, ну, чтобы корень, который сам при выкопке повреждался, смог снабдить будущую растение. Уравновесить надземную и подземную части для растения, чтобы они были сбалансированы, и тогда растение прерывется, согласна. А что в Гостоке, корень совершенно никак не нарушается, соответственно, оно уже уравновешено, сбалансировано, и мы ничего не обрезаем, уже сформированную крону маленького саженца, вот человеку даем, и он просто-напросто садит ее в свой сад и растет дальше. Спасибо. Кстати, вот еще такой вопрос. Яблоня живет в саду, если на хорошем подвое, с хорошим уходом, ну, до 70 лет. На семенном подвое, старая прореза. По старинке, обычно на сегодняшний день 20-30 лет. 35 максимум наклоновых подвоях, а если брать промышленные насаждения, то там срок жизни яблони всего 11,5 лет. А сколько может прожить фундук? Фундук растет вплоть до 100 лет. Никто не проверял, потому что никто обычно не доживал. Вот такой черный юмор. Да. Но дело в том, что он практически бессмертен. Если мы говорим про корни собственных саженец, как вот этот, например, дерево, у которого каждый год мы боремся с порослью, но мы боремся с порослью, но ее также можно использовать для омоложения сада. Если мы видим через 50 лет, что дерево чем-то заболело, его там долгоносик, не долгоносик, прошу прощения, паразличные, смоловые глины, короеды повредили и так далее, где-то поломалась какая-то основная ветвь, осадки опять-таки у нас много, и град сейчас с куриное яйцо, и шнег, который ломает такие вот стволы. Мы можем основной ствол спилить, выбрать самый крупный из порослей побег, оставить его и растить как основное растение. То есть идет взаимозамена. Взаимозамена, да. И поэтому мы тут говорим уже даже не оставить, мы говорим про какие-то бесконечные вот это вот циклы этого куста, как бы, возобновления, как бы, как феникс, птица возрождается из пепла, то же самое про фундук. Срезали, новый вырос, как бы, пожалуйста, только подкормите его, пожалуйста, обработайте, обрежьте правильно. А вот, кстати, о подкормках и требованиях фундука к почвам. Что вы можете сказать по этому поводу? Какая почва лучше всего подходит для фундука и какие подкормки, на какие подкормки обратить внимание в первую очередь? Как и любое растение, фундук хорошо реагирует на подкормку основными тремя элементами. Это фосфор, развод калий. Если говорить про почвы, у него очень широкий диапазон по выращиванию, он растет и на щелочных крымских землях, так и на слабокислых белорусских землях. И по своему опыту, даже здесь на участке, это примерно PH от 6 до 8 для фундука пригодная, это 100% пригодная земля. А про более низкий PH, более кислый, либо про более высокий щелочной, говорить не могу. Могу сказать только, извините, Павел, что выше 8 тут редкое растение может выжить. Да, да, да. Это уже такая щелочь-щелочь. Поэтому, в принципе, все белорусские земли, конечно же, если это не чистый песок, либо не чистый торф какой-то с глиной, например, то ему с углинки вполне достаточно подходит для того, чтобы будет он на более бедных землях медленнее расти, хуже плодоносить. На более жирных, наоборот, будет рост давать свою силу. Опять-таки, это не всегда хорошо, потому что сильный рост он всегда уменьшает или оттягивает плодоношение. Тоже, опять-таки, палка в двух концах. Поэтому здесь у нас суглинок в основном. Все прекрасно чувствуют, мы всем рекомендуем садить его на суглинок. Не низины. Там, где нет застоя воздуха или воды, не дай бог. Застоя воды, да. Полтора метра хотя бы до грунтовых вод, потому что кислородное голодание, конечно же, для корней тоже очень важно. Если это где-то повыше, более песчаное место, да, ямку надо подготовить, полудородная почва заложить и поливы регулировать уже вручную, потому что, как правило, на возвышенных частях, где-то, если месяц или два, как у нас сейчас уже часто встречаются в Беларуси, без осадков, то, конечно же, это место подсохнет и его надо искусственно где-то рукой там, ну, либо... Обеспечить полив, особенно в молодом возрасте, пока корневая система еще слабенькая и поверхностная. Ну, а если у вас тогда только на медвежьем орехе, корень его стержневой, мощный и уходит на глубину до 5 метров, учтите. Здесь маточник корнесобственных отводков. То есть было посажено маточное растение, корнесобственное, и от его корня идет вот эта вот поросль, которую вы, собственно, и укореняете. Да. Для того, чтобы нам получить сортовое растение, оно должно быть генетически таким же, как и мама. Клон. Да. По-простому клонировали, да, здесь вот прямо в питомнике у нас этот фундук. Под бугром находится маточный корень. Каждую весну он пускает поросль. То, что мы боремся в саду обычно, да, сейчас он нам дает как бы саженцы. А здесь это приветствуется. Здесь это, да, чем больше, тем лучше. Мы, когда уже достигает размера карандаша или чуть выше побеги, мы начинаем подокучивать сразу нежно, аккуратненько, грабликами землю. Здесь субстрат у нас смесь с опилками, чтобы была воздухопроницаемая, влажная почва. Это стимулирует корнеобразование именно на той части, которая оказывается под землей. Вот видите, уровень почвы. И вот они пошли, придаточные корешки, светленькие, молоденькие. Но, как и вся придаточная корневая система, она рыхлая, мочковатая, поверхностная. Поэтому этим растениям нужен полив. Да. Мы, как правило, осенью не трогаем. Мы сохраняем до весны в таком виде это все. И уже весной, когда почва тает, мы разгребаем бугор и вырезаем такие побеги. Для того, чтобы он оказался потом саженцем, мы садим его в горшочек, как правило, заглубляем и обрезаем минимум половину саженца. То есть, если взять такое растение, от него останется ровно половинка от места заглубления в почву. Правильно? Да. Для чего это делается? Для того, чтобы эти пока еще слабые корни могли вот эти почки двинуть в рост. И они нам показали приросты такого же размера, как сейчас саженец. Он достигает даже большего размера, он достигает за тот сезон, когда он уже в горшке растет и дорастает до такого размера. Вот действительно, это очень важный момент. Чтобы получить больше в следующем году, нужно в этом пожертвовать большей частью побега. Соляви. Чем-то женщина жертвовать приходится. Да. Зато вы получите прекрасный, сортовой, здоровый саженец. И, кстати, такие саженцы когда начинают подоносить? Как правило, у нас уже в горшках многие стоят с сережками. Это мужские половые органы у растений, у фундука. Соответственно, на следующий сезон они уже готовы к плодоношению. И если все сложится, погода, климат и так далее, они уже сигнальные орехи показывают в первый год после посадки. Великолепно. Да. Даже так. Чем ждать урожая саженцев? Лучше вот сразу купить хороший орех и гарантированно получить урожай. Итак, мы сейчас в питомнике у Павла и перед нами это двулетний саженец фундука. Уже практически готовый к высадке, к переезду на постоянное место жительства. Сорт барселонский. Барселонский, обратите внимание. Какой прирост он дал за один год? Я вот поставлю его на землю, чтобы вы оценили. Ну вот, метр семьдесят где-то, да, даже больше. Метр семьдесят. Вот видно, срез здесь есть, пенечек, который после пересадки. Срез был сделан весной, когда был саженец, побег отделен от маточного корня, посажен в горшок, обрезан, и вот этот вот прирост, уже более метра, он дал за этот сезон летний, весенний. И саженец, по большому счету, готов к пересадке уже с середины лета, потому что корневая система в горшке, мы ее, когда вынимаем, она сама по себе не повреждается. Кстати, обратите внимание на светлые, хорошие корни, и они уже оплетают ком. Это значит, освоили его, готовы к переезду. Павел, расскажите, пожалуйста, как выбрать хороший саженец, и как его правильно посадить. Вот на примере этого саженца. Если мы берем саженец с закрытой корневой системой, то его можно пересаживать с листвой даже в период вегетации. Поэтому мы можем посмотреть воочию на состояние здоровья листа. Он должен быть таким вот зеленого цвета, ровным, без каких-то повреждений. Болезнями и вредителями. Без болезней, без вредителей, да, не подсохший, без каких-то краевых ожогов и так далее. Ствол должен также быть гладким, без повреждений механических. Без крупных механических повреждений. Небольшие царапинки на самом деле допускаются. Да, и без видимых признаков болезней, которые также встречаются, живого фундука. Но если садовод обрабатывает и ухаживает со своими саженцами, то их не должно быть. Соответственно, корневая система мы тоже можем оценить. Если мы снимем горшок и мы увидим большое количество новых корешков, светлых корней, которые практически полностью заплели уже все свободное пространство в горшке, это значит, что этих корней будет достаточно для того, чтобы на новом месте у нового хозяина развиваться, расти во все стороны, расширять свой фронт корневой и добывать питательные вещества уже для кроны. А в посадочную яму что вы рекомендуете засыпать? В посадочную яму мы, если земля свежая, отдохнувшая, имеет свои собственные свойства, хорошие, имеется в виду, что по плодородию почва достаточная, влажности, по минеральному составу, если вы знаете этот весь состав, своей почвы, то в принципе мы даже рекомендуем ничего не добавлять, потому что иногда лучше не добавить, чем переборщить. Что занадто, то нездрово. Да, да, да. Наша поговорка белорусская такая, что часто люди добавляют свежий навоз, жмень, минеральное удобрение. Это делает только хуже. Растению, растения, корни просто обжигаются и растение погибает. Конечно же, можно же даже с таким закрытой корневой системой убить растение. Поэтому я считаю, что пускай оно лучше меньше даст приростов, оно 100% не погибнет у вас без подкормки в яму. Если же у вас почва бедная, вы знаете, что у вас там песчаник, какая-то глинистая почва, тяжелая, тяжелая глина. Да, вы выкапываете просто яму побольше, например, 60-70 см диаметром, столько же глубиной, и закладываете эту яму полностью плодородным слоем. Но опять-таки, это ни в коем случае не навоз, ни в коем случае не свежий навоз. Если мы берем про какие-то органические удобрения, то это удобрения, которые полежали 3-5 лет, перегнили уже, и их добавляем в процентном соотношении 1 к 10 в лучшем случае, это максимальная концентрация. Лучше всего на эту ямку кинуть 1-2 лопаты вот этого перегноя, смешать с нашей землей обычной, плодородной землей. Тогда будет у вас хорошая приживаемость, хороший рост растения. Когда растение уже в более взрослом состоянии, оно проникнет в более глубокие слои почвы и найдет себе пропитание. И, кстати, очень важный момент, когда вы сажаете растение, вот земляной ком бывает очень плотно оплетен корнями, обязательно расправьте корни, потому что сами корни распрямиться не смогут. Поэтому земляной ком расправляем, корешки расправляем и сажаем. Кстати, сажаем заглублено, правильно? Как правило, мы рекомендуем небольшое заглубление, так как куст не имеет ярко выраженной корневой шейки. И, например, саженцы с семенным подвоем, они могут страдать от того, что заглублена корневая шейка. В нашем же случае это полностью корни собственное растение, и даже если мы его заглубим, оно просто опустит здесь корни со временем. Дополнительное, дополнительное, да, и адаптируется под это заглубление. Ничего страшного, можно сажать и такой же уровень и с небольшим заглублением. Ну и полив, поскольку корневая система еще слабая, поливаем регулярно. Саженец – это маленький ребенок, за которым надо в первую очередь ухаживать. Урожай мы будем уже получать от взрослого растения, но для того, чтобы он стал взрослым, его надо тепло, уют, добро и любовь. И забота. И, конечно же, нужно помнить, откуда родом лещина. Лещина – это растение лесное. И как подавляющее большинство растений, особенно лесных, она классический микоризообразователь. Ей для нормального роста и развития нужны грибки-симбионты. Поэтому после полива желательно пролить раствором микоризообразователей. Например, растим плоды про цветок, я думаю, подойдет. Комплекс микоризных грибов, профит, это поспособствует более активному росту, развитию и повысит устойчивость растений к неблагоприятным факторам. Ведь микоризные грибы, их особенность в чем? Они не просто симбионты, они способны еще давать растению те элементы питания, которые те не могут усвоить. Раз. И второе. Грибы способны извлечь воду даже в тех случаях, когда почва почти пересохла. И поделиться этой водой с растениями. Поэтому микориза для лещины это, наверное, номер один. Это большой бонус. Да, это большой бонус, большой вклад, так сказать, в хорошее развитие. Итак, чтобы всегда быть с урожаем и иметь орехи, а не на орехи, всегда сажайте два разных сорта. Можно посадить, например, тамбовский ранний или ваш любимый сорт. Академики облаков. Или к барселонскому прекрасно подойдет трапезунский, косфорд, варшавский червонный очень красиво еще будет смотреться рядом с ним. И я всегда советую все-таки сажать разноцветные сорта. Это будет и полезно, и красиво. И на этой радостной ноте мы с Павлом прощаемся. Желаем вам процветания, чтобы у вас были всегда орехи, но никогда не доставалось на орехи. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, посещайте наши магазины и до новых встреч на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова